МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! С вами Александр Инковский и программа Крым сегодня. Заканчивается 2015 год, впереди нас ждет 2016. Про итоги 365 дней уходящего года, а также о том, что нас ждет в Крыму и около Крыма. В следующем году мы поговорим с Сергеем Ковальским, координатором движения «Евромайдан Крым». Добрый день, Сергей! Добрый день! Ну что, вначале, прежде чем мы подойдем к каким-то обобщениям, свежие новости. 29 декабря Алексей Чалый. Алексей Чалый – это, на минуточку, так называемый народный мэр Севастополя. Тот человек, который руководил захватом власти в этом славном украинском городе. Так вот, Алексей Чалый 29 декабря подал в отставку с поста главы законодательного собрания Севастополя. Чалый аргументировал свое решение тем, что не выполняется программа развития, которая была поддержана севастопольцами еще в прошлом году. На ваш взгляд, господин Чалый, вот он был так фактически самоназначенным, а потом и назначенным российскими властями губернатором этого города. Потом в апреле прошлого года он подал в отставку, потом его избрали председателем законодательного собрания города Севастополя. А вот сейчас он уходит с этого поста, хотя, в принципе, ничего не предвещало такого. Или что-то предвещало. Почему так происходит? Ну, я думаю, это первое. Это сигнал, в том числе, и для господина Аксенова. Отставка Чалого. Скорее всего, мало можно верить в то, что его собственное желание уйти с этой должности. То есть вы не думаете, что он просто так вот, я устал, я ухожу, да? Я думаю, что его попросили. Очень убедительно. Сегодня в той обстановке в Крыму просить в два раза не приходится. Там спецслужбы и все работают достаточно в другой, скажем так, иначе. И, соответственно, у него вариантов, как только слушать то, что ему говорят, нет. Нет. Поэтому, скорее всего, это... А тем более сегодня, уходя, сослаться на то, что виноват на самом деле Кремль, поскольку нет финансирования и так далее, неужели это не было понятно полтора года назад, два года назад, год назад? Не, ну, может быть, год назад это не было понятно. Или полтора года назад, когда были одни обещания, да? И тогда, может быть, он действительно сказал, что вот окей, да, сейчас придет много миллиардов, а вот он не оказал. Надо рассказать, что Чалы – это активный, фактически, такой сепаратист, оккупант, который именно в процессе самой аннексии, особенно в Севастополе, занимал достаточно активную роль. И именно он вместе с Аксеновым летали, и Константиновым также летали потом в Москву, участвовали в этом пафосном мероприятии, которым Крым официально узаканивали аннексию со стороны России. Поэтому я думаю, что это также связано с тем скандалом, который в Крыму сегодня возник между Кремлем и Аксеновым. Аксенов также использует такую же риторику, как и Чалы, обвиняет в отсутствии финансирования. Кремль, в свою очередь, назначил там проверку, в том числе с участием прокуратуры, генеральной прокуратуры Российской Федерации. Я думаю, что Россия потихонечку понимает, что для нее идеальнее всего иметь там или москвича, или там, может быть, не знаю, из Краснодара какого-нибудь ставленника, который точно не имел никаких, скажем так, связей ранее с Украиной, и который точно будет безукословно выполнять все распоряжения Кремля. Поскольку я думаю, что Аксенов немножко, как бы, хочет стать вторым кадыром. Ну вот смотрите, очень интересно, да? Что ему сделать тяжело? Вчера были обнародованы результаты социологического исследования. Всероссийский центр изучения общественного мнения опросил тысячу крымчан, и выяснило, что политику Аксенова, ну и вообще деятельность господина Аксенова поддерживает свыше 87 процентов, там 87 с копейками процентов крымчан. И это, знаете, это серьезный такой звоночек, потому что деятельность господина Путина поддерживает всего лишь 80 процентов. Как можно в Российской Федерации быть политиком более популярным, чем Путин? Это на самом деле соцопросы Российской Федерации. Тут есть пару изданий, которые находятся в Москве, которым можно и периодически доверять. Надо посмотреть, кто все-таки заказчик и кто этот соцопрос размещал. Если это местный соцопрос, то понятно, зачем это тоже ход Аксенова может быть для усиления своих позиций. Но это все-таки Всероссийский центр изучения общественных мнений, это государственная всероссийская организация, которая... Окей, хорошо, давайте так, значит, вот теперь про Аксенова. 28 декабря состоялась такая итоговая пресс-конференция так называемого премьер-министра Крыма Сергея Аксенова. Местные журналисты и корреспонденты центральных телеканалов, их всех очень интересовал ответ на такой простой вопрос. Нет, не когда будет заасфальтирована та или иная улица, да, или что происходит с экономикой Крыма, и приедут ли туристы, а о том, что происходит между, вот какой конфликт, на какой он стадии между местными так называемыми властями Крыма и правительством Российской Федерации. Но поскольку совсем недавно господин Аксенов критиковал вот эти московские власти в том, что из обещанных 15 миллиардов рублей по федеральным так называемым целевым программам они практически ничего не получили. А подробнее в небольшом видео. Дело в том, что нет никакого противостояния и не было абсолютно. И позиция, которая обсуждалась на конкретном мероприятии, однозначно никаких негативных выводов не несла ни в отношении крымских чиновников, ни в отношении правительственных. Мало того, мы работаем в постоянном контакте. Если бы не полная погруженность и понимание Дмитрия Анатольевича Медведева во все процессы, которые происходят в Крыму, Дмитрия Николаевича Казака, вот я им за это хочу огромное спасибо сказать, то есть всегда реагируют на все вопросы, которые стоят перед крымчанами, перед крымским правительством. Практически всегда оказывается помощь, только в случаях, если по объективным причинам нет возможности вовремя выделить финансирование, но по каким-то вопросам, я имею ввиду, это сверх тех процессов, которые мы запланировали на 2015 год. Но бывают вопросы, которые требуют обсуждения дополнительного. На самом деле мы работаем вместе, мы в единой команде, в одной команде нашего президента, поэтому никаких противостояний внутри команды нет и быть не может. И вот в этой самой единой команде сегодня состоялись уже две громких отставки. Министр финансов и министр экономики подали в отставку. Сергей, как вы думаете, на этом все закончится или действительно стоит в ближайшее время ожидать отставки господина Аксенова? Ну, его риторика, в принципе, говорит о том, что, скорее всего, тактически на ближайшее время они о чем-то договорились. Ушла ли проблема для Кремля в виде Аксенова? Не ушла. А в чем проблема для Кремля в виде Аксенова? Ну, дело в том, что стратегически Кремлю гораздо лучше сменить население Крыма на все российское, в том числе и власть на всю российскую. Нужно понимать, что крымчане, они в любом случае далеко отличаются от самих россиян. Все-таки они пожили в какое-то время в более демократическом обществе. И требования к власти России у крымчан выше. И если область там, скажем, там, не знаю, Краснодарская та же, скажем, выйдет с каким-то требованием протестами гораздо позже, то крымчане будут быстрее реагировать на процессы, которые будут происходить в российской политике. Сегодня особенно это остро, поскольку фактически кризис в России, он продолжается, и с каждым месяцем он все-таки усугубляется, пока просвета не видно. И, соответственно, все эти недовольства могут возникать и дальше. Поэтому я думаю, что если Россия, Кремль хочет зацементировать крымскую политику за собой, гораздо выгоднее ему иметь там своего на 100% человека. Конечно, ясное дело, что Аксенов бежать в Киев не будет, учитывая, что у него здесь уже возбудлены целый ряд уголовных дел. Ясное дело, что он в страшном сне видит возвращение Крыма в состав Украины. Но в любом случае его связи, зацепки, он более уязвим, чем был бы другой. Окей, хорошо. Давайте так еще. Выступая, кстати, перед журналистами, Сергей Аксенов достаточно дерзко ответил российским критикам местной власти полуострова. Пожалуйста, видео. Коллеги, в нынешней ситуации, слава богу, что мы сохранили вообще то, что есть. То есть некоторые деятели, которым там кажется, что мы там профессионально-непрофессионально справляемся с своими обязанностями, я всегда говорю, я любому коллеге могу дать возможность приехать сюда и изучить ситуацию. Мои коллеги губернаторы, они считают, что мы камикадзе здесь, ну походу, да, вообще, находясь на этой должности в такое время. Потому что нормальный человек в здравом уме, то есть никогда бы не согласился. Я говорю, ну что делать, у нас такая роль. А в общем, конечно, если взять общий санкционный режим, количество и наличие внешних угроз, там, в данном случае, запретов и там так далее, то у нас, конечно, особый субъект Российской Федерации. И слава богу, что мы при помощи крымчан и вообще должностных лиц, правительства Российской Федерации, президента удержали всю ситуацию. Особенно с учетом этого энергетического кризиса. Ведь в таких условиях реально никто не работал. Ну вот я такое выступление могу расценить только как, знаете, как бы вот мое место очень плохое, поэтому, пожалуйста, не назначайте никого на мое место. Ну, на самом деле оно очень плохое, потому что Крым не признан миром и, понятное дело, всех этих назначенных людей ждет тюрьма, рано или поздно. Плюс Крым, в отличие от Российской Федерации, находится под более серьезными санкциями и развитие в Крыму, оно, как бы, по объективным причинам невозможно. По объективным. И тут Аксенов, ну, что бы ни делал, единственный способ заведения средства, инвестиций каких-либо в Крым, это деньги с бюджета Российской Федерации. То есть, фактически, даже российский предприниматель не пойдет в Крым. То есть, он абсолютно зависит вот от тех там миллионов, миллиардов, которые выделяются из бюджета Российской Федерации. Нет этих денег, да, и фактически, собственно говоря, нечем выплачивать зарплаты, нечем выплачивать пенсии. Вообще нет денег ни на что, да? Это с чем связано? Почему, на ваш взгляд, российские предприниматели не пойдут в Крым? Зарубежные, понятно, санкции. Изначально, когда только произошла аннексия, большое количество крупных компаний все-таки ринулось в Крым. На фоне всей эйфории, на фоне всех требований перед этими предпринимателями, которые ставил Крым. То есть, он обязывал открывать представительства, филиалы, чтобы они там... И на первое время, в первое время Крым экономически почувствовал приплыв денег, явно. Но, когда... Это как новая территория, просто которая была закрыта для какого-то бизнеса, да? Они решили, а давайте мы попробуем, может быть, там что-то заработаем. Да, конечно. Плюс, не забывайте... Ну, тут самое главное, что сыграло роль. Санкции Европы и Соединенных Штатов и других наших союзных государств, они обеспечили то, что любой предприниматель, любая крупная компания зайти в Крым не может. Иначе она подпадает под санкции все уже по отношению своих и дочерних компаний не только в России, а за рубежом, но и в том числе и в России. То есть, соответственно, любой банк, там российский банк, не знаю, ВТБ или Сбербанк России, он отсутствует в Крыму. Ну, кстати, это не спасает. В конце декабря Америка, Соединенные Штаты Америки расширили свой санкционный список и теперь уже под санкциями оказались не только сам ВТБ, но также отделение ВТБ в разных странах, не только Сбербанк России, но также отделение Сбербанк, ну не отделение, а дочернее предприятие Сбербанк в Украине. Хотя эти предприятия, они не входили в Крым. Да, но есть еще куча, большое количество других предприятий, которые, скажем так, входили в Крым и попали под санкции. Да, Соединенные Штаты расширили эти санкции, я думаю, что скорее всего они не столько их расширили, сколько уточнили в связи с тем, что крымская власть пыталась использовать другие банки, которые не были под санкциями для работы в Крыму. Но нужно сказать однозначно тут, что санкции в отношении конкретно Крыма действуют гораздо экономически сложнее, чем по отношению к Сбербанк России. В смысле, жизнь в самом Крыму становится все хуже именно во многом благодаря этим самым санкциями? Вопрос не только жизни. Жизнь, она сегодня стала еще более зависима от бюджета России, чем была. Поскольку толчка развития экономики там просто не привидится. Сергей, давайте попробуем, вы попробуйте сейчас спрогнозировать эту ситуацию, как она может развиваться. Например, завтра в бюджете Российской Федерации денег становится все меньше, а это объективный процесс, потому что нефть дешевеет, а денег меньше наполняется, все, ну меньше, меньше и меньше. И начинается сокращение самых разных бюджетных затрат по разным регионам Российской Федерации, в том числе и Крыма. И в какой-то момент, может быть, скажут там, Сергей Валерьевич, дорогой вы наш, да, вот как бы у вас же есть Крым, у вас же есть какая-то экономика, вот давайте сами собирайте налоги, сами себя обеспечивайте. Как вы думаете, возможно ли такое развитие событий и что за этим последует? Ну, скорее всего, наверное, прям так нет, поскольку Крым имеет важное значение для самого, как статус оккупации для самого Кремля. Поэтому, скорее всего, сокращение расходов будет равномерно, это так называемый секвестр бюджета, да, либо все-таки путем снижения курса рубля. То есть, тут два варианта удержать ситуацию на плаву. Другого варианта просто нет. Если отсутствует количество денег в стране, тем более зависимая страна от импорта, точнее экспорта сырья, сырье сегодня упало в цене, и причем эти падения, ну, чтобы вы понимали, там, падение последней нефти, оно будет отражаться на экономике России через где-то три месяца. А если учитывать стоимость газа, которая вообще задержка в полгода, то то падение, там, нефти, которое произошло в последний месяц, оно отразится аж через полгода. Так только через полгода будет снижен бюджет, только через полгода будут сокращаться деньги, соответственно, сокращение этих денег будет влиять на другие сферы отрасли экономики, на бизнес, на... То есть, этот снежный ком, он будет нарастать в ближайший год 100%. Только если, может быть, к лету нефть вырастет вдруг, то, может быть, через полгода ситуация стабилизируется. Но мы видим, как многие иностранные компании продолжают закрываться, вот, не только в Крыму, в Крыму изначально были закрыты, но и в Российской Федерации. Поэтому говорить о том, что об итогах этого года, я думаю, что в этом смысле, в экономической войне с своими союзниками Евросоюзом и Украиной, и с Соединенными Штатами Миры, с Канадой, Японией и другими странами, сумели переломить ход от войны в таком чистом виде, как мы его привыкли видеть, в войну экономическую. И я думаю, что на этом поле с нашими союзниками легче будет воевать, чем на поле боя, тем более на нашей территории, ложат сотнями тысяч людей. Понятное дело, что победить в войне сегодня, нам, пойдя на Москву, скажем так, или отвоевывать Крым, это большие колоссальные затраты, колоссальные жертвы людей, колоссальные инфраструктурные разрушения. И, конечно, это самоубийство, по большому счету. А экономический фронт в современном мире, он для нас более безопасный. Более того, нужно сказать, что он даже для нас очень выгоден для Украины, поскольку Украине объяснили, что мы готовы вам помогать в обмен на то, и даже финансово, лично вам, не только мы совместно с вами вводим санкции против Российской Федерации, а именно лично вам, только благодаря тому, если вы будете проводить внутренние реформы, и деньги, которые мы, и бороться с коррупцией, деньги, которыми мы вам помогаем, будут идти в реальную экономику. На процентов 30, так на грани фола Украина это выполняет. Конечно, явно не так, как хотел бы видеть Запад, явно мы видим в многих сферах недоработки, но, скажем так, вот мы видим, там, эти антикоррупционные прокуратуры, там, в самый последний момент, ну, все-таки ее создали, да, там, все-таки, в последний момент, там, выявили... Раз и ночью, и ночью приняли бюджет. Но это, это тема другой программы, хорошо, значит, все-таки... Безвизовый режим, то же самое, в последний момент. Это, кстати, не другая часть, поскольку нужно понимать, что возвращение Крыма все равно лежит в корне в кабинете Кремля, в любом случае. Как мы не говорили, мы можем блокады, мы можем различными образами это, этому стимулировать, но пока мы не победим агрессора, не устраним реальное зло, которое принесло в Украину войну и оккупацию, победы окончательно не быть. Хорошо. Мы возвращаемся к пресс-конференции господина Аксенова. Уж позвольте, мы сегодня его достаточно часто цитируем, потому что подкинул очень много тем для разговора и почвы для обсуждения. Вы говорите о том, что в Украине там необходимо бороться с коррупцией, но, кстати, и господин Аксенов тоже считает, что необходимо бороться с коррупцией. Вот как он ответил на достаточно жесткий вопрос одного из российских журналистов, который касался коррупции в Крыму. Речь, ну, несмотря на то, что вы работаете в одной команде с федеральными властями, здесь все-таки есть проблемы, да? Немало скандальных историй с взятками, с коррупцией. Не удалось все-таки сформировать команду, которая смотрит в одном направлении и работает на одну цель? Эту команду еще долго придется формировать, вы поймите. Когда кого-то задерживают, я говорю, начнем с хорошего, то есть как бы задержали очередного мошенника или взяточника. Это же нормальное явление. Без показательных публичных мероприятий такого плана, к сожалению, ситуацию поправить не получится. У кого-то еще ветер до сих пор в голове. А команда будет формироваться годами. Сергей Валерьевич считает, что команда будет формироваться годами, и, может быть, потом только что-то изменится. На ваш взгляд, вот эта команда господина Аксенова, то есть сейчас он ее формирует или ему все-таки присылают людей из Москвы? Тут не важно, кто ее формирует. Когда они говорят об борьбе с коррупцией, то вопрос заключается в следующем. Крым и крымская, так называемая, власть была сформирована даже не с тех чиновников, которые были приняты. Нынешняя крымская власть, да? Да, нынешняя, да. А еще и с участием тех людей, которые в 90-х еще принимали участие в власти. Вот как можно без обновления поколения подходов формирования власти, без прозрачного конкурса, мы видим, как эффективны конкурсы сегодня на примере полиции, которая в Украине запускается, да? Ну, реально мы видим изменения. Без этих подходов сформировать власть невозможно. Когда, в смысле, не коррумпированную, это даже не нужно об этом разговаривать. Не появится второй Саакашвили, который один все сломает. То есть, мы видим на примере Украины, происходят изменения, но систему, скажем так, приходится менять по кусочкам с разных сторон, с силами гражданского общества, с силами каких-то, может быть, добросовестных политиков, да? Но реально в Крыму, когда власти пришли, там, фактически дети 90-х, да, точнее, активные участники 90-х, и часть тех регионалов, которые остались в Крыму, и все они вместе с удовольствием предали присяги, предали Украину и так дальше, в такой среде, в такой морали родится общество нормальное. Если их купили за деньги и им дали должностя, чтобы они, фактически, себя хорошо чувствовали, они пошли, там, за, знаете, 10 тысяч рублей служить Отечеству России, то мы же понимаем, что Аксенов явно не получает, там, 20 тысяч рублей, или, там, да, допустим, не ставка 50. Хорошо, Сергей, смотрите, значит, в 2014 году многие крымчане, знаете, такие, которые выбирали просто, выбирали в прямом смысле, да, с чем им связывать свое будущее, я сейчас не говорю про референдум. Они говорили так, что, как здорово вообще, что пришла Россия, и были такие люди, потому что, вот, я был там, например, должен украинскому банку столько-то, а теперь я им ничего не должен. И Владимир Путин, президент Российской Федерации, в одном из телеинтервью, еще это было 11 или 14 апреля 2014 года, на вопрос телезрителя из Крыма сказал, ну, что делать с такой машиной кредитной, ну, катайтесь, да, как бы. И многие люди восприняли в Крыму, что это сигнал не выплачивать эти деньги. Какое же было удивление этих людей, когда уже в декабре 2015 года Государственная Дума Российской Федерации принимают закон о том, что долги все-таки придется выдавать, отдавать, да? На ваш взгляд, вот такие материальные отношения, они могут повлиять на мнение людей или нет? Или все равно скажут, ну, это просто какая-то частность и перегиб на места? В Крыму будет на все это влиять. Еще раз говорю, Крым, он не такой, скажем так, совковый, как вся остальная Россия. Это раз. Два, я скажу так, что, если я правильно помню, то Путин даже, сказал, что я вам прощаю такую фразу. Я смотрю, меня сейчас просто не готово, он там смотрел просто, что делать? Ну, катайтесь, как бы, да? Вот, если это так, то на самом деле это, ну, людей большое количество в Крыму, которые реально послушали его, не отдавали деньги, вот, то это, мягко говоря, ну, просто, я думаю, что за такие слова было бы очень неплохо, если бы тут с помощью тех же международного сообщества суметь хотя бы штрафные санкции, хотя бы не тело, а суметь все-таки истребовать с Кремля или с, ну, с того господина Путина. Потому что на самом деле люди, которые оказались в оккупации, оказались под информационной, как бы, фактически блокадой и в большей степени все-таки были обмануты, они оказались, ну, по крайней мере, количество определенных людей, которые оказались заложниками и фактически пострадавшими от этой оккупации. Несмотря на то, что они даже, может быть, поддерживали, думали, что, может, какие-то будут изменения, вот. Там, поскольку я активно принимал участие в Майдане, на самом деле такой перелом, который был, произошел в один день, буквально, да, там, до, когда уже началась аннексия, граждане, крымчане все не поддерживали абсолютно, большинство явно не поддерживало Россию, явно не поддерживало эту армию, спаялись войны и хотели перемен. И вот этот перелом, затишье, когда не было реакции, произошел, когда уже завезли сначала агитаторов с России, потом уже начали покупать здесь, видели, что реакции нет, этот перелом на пророссийский произошел буквально путем, фактически, мошенничества. Политическое мошенничество, там, используя средства массовой информации. Понятно, Сергей, вот смотрите. Это мошенничество, по большому счету, по отношению к этим людям, в том числе и господин Путин совершил мошенничество к крымчанам. Хорошо, но тут вспоминаются слова одного русского классика, меня обманывать несложно, да, я сам обманываться рад. Значит, 27 декабря, мы вспомнили про конец февраля 2014 года, 27 февраля на 52-м году жизни скончался генерал-майор воздушно-десантных войск Российской Федерации Александр Шушукин, который руководил фактически оккупацией Крыма. Об его смерти сообщается на сайте Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища. И еще одно сообщение на военную тему. 27 декабря подразделение морской пехоты Черноморского флота России прибыло в Севастополь и Сирии, где российские военные сентября проводят и воздушные операции с нанесением авиадуаров по наземным целям этой страны. Подробнее видео. Значит, охрана аэродрома по периметру аэродрома, прилегающую территорию, соответственно, прикрытие глиссад, взлета-посадки самолетов, проведение разведывательно-поисковых действий, прилегающей территории к аэродрому. Дорогие морские пехотинцы! Здоровья желаю, товарищ генерал-байор! Поздравляю вас с успешным выполнением поставленных боевых задач. Ура! 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 Ну да, вот так вот все это происходило. Значит, Сергей, у меня к вам вопрос. Это возвращаются люди, я так понимаю, это ротация происходит в вооруженных, подразделения вооруженных сил Черноморского флота Российской Федерации. А на самом деле для крымчан, которые сейчас фактически оказываются в эпицентре всех этих событий, потому что военные, они возвращаются. Насколько велика вообще вероятность возникновения, например, каких-то точек напряженности теперь в самом Крыму? Я думаю, что это невыгодно Украине. А я не про Украину сейчас говорю. Они в Сирии, знаете, там не с украинскими войсками воюют. Ну, мне кажется, что Крым на данном этапе это обойдет. Я думаю, что гораздо сложнее будет после возвращения Крыма. Вот тогда будет небольшая, может быть, напряженность. Вот, поскольку есть гораздо... Ну, сейчас не будем дать время о подробностях. Но, говоря о том, что Российская Федерация воюет в Сирии, я думаю, что сами сирийцы и оппозиция сирийская, и, скажем так, и та же Турция, которая там завязана, и много других стран, и та же Саудовская Аравия, Катар, они все прекрасно понимают, если что, то где необходимо совершать теракты, и как давить на Россию, ведь те же цены на нефть, это тоже игра такая, как бы, геополитическая, не только за сырье. То есть вы думаете, что вот непосредственно участие российских войск в сирийской операции, ну, никак не отразится на Крыме? Я думаю, что не напрямую, а скорее косвенно. То есть в любом случае участие в Сирии, это не только деньги, но это еще наживание врагов, нужно понимать. А враги там, как раз та территория, это как раз собственники нефтедобывающей компании, поэтому это для России, на самом деле, явно не закончится без... Понятно. Сергей Ковальский, координатор движения «Евромайдан Крым», был гостем у нас сегодня в студии. Сергей, что вам хочется от Деда Мороза на 2016 год? Конечно, мне хочется, чтобы Крым все-таки вернулся в состав Украины, и чтобы я, как и большое количество моих коллег, общественных деятелей, смогли вернуться домой, вернуться в свой дом, увидеть все-таки своих родных, близких, друзей, соседей, которые, я точно уверен, даже те, которые, может быть, в определенный момент взяли позицию такую больше пророссийскую. Я думаю, что времена уже меняются в России, и те ошибки, которые были ими совершены, я думаю, они уйдут в прошлое. Я верю в то, что Крым точно будет в составе Украины, и крымчане это точно ближе к Украине, ментально люди, намного ближе, чем к России. Спасибо, Сергей. Мы услышали, что вы хотите от Деда Мороза на 2016 год, и тот же самый вопрос мы задали жителям Симферополя. На улицах Симферополя наши корреспонденты спрашивали крымчан, что же они хотят от Деда Мороза в подарок на 2016 год. Вот это была программа «Крым сегодня», Александр Ренковский, ну а впереди вас ждет еще мнение жителей Симферополя. Хороший вопрос. Вот, что бы я спросил. Ну, хотелось бы, конечно, чтобы побыстрее появился мост энергетический уже третий, который был запущен, и хотелось бы, чтобы уже такой мост автодорожный, железнодорожный появился, чтобы было проще на материнскую часть добираться. Вот, наверное, вот такое самое насущное. Что я попрошу у Деда Мороза? Предложение руки и сердца. Да, хочу пожелать всем молодым людям, которые думают, не думайте, делайте предложение. Ой, мы хотим попросить у Деда Мороза, чтобы был мир на всей земле, а в Крыму спокойствие, и чтобы все детки были здоровы, и все улыбались, и каждый день, чтобы приносило радость. И нам, конечно, только добра, счастья и мира на всей земле, и именно вот для наших малышей. Спасибо нашей стране и нашему правительству и государству за то, что он обеспечил этот мир нам, и мы очень надеемся, что так будет всегда, и у всех детей будет этот мир. И чтобы подарок, и чтобы ехать домой. И что еще? И чтобы я все сдал, да, правило? Сдал по-нормальному. Снега, снега. А, снег, да, я хочу снег. И чтобы было очень много-много снега, и все было очень хорошо, чтобы не было никакого зло, зло, да, правило, чтобы было все хорошо, все красиво. Да, наверное, удачи, да и больше таких вот событий, как Крым, чтобы все было стабильно, и все так, ну, чтобы все было хорошо. Чтобы Деды Морозы все Путинами были, было тоже неплохо. Ну, если лично для себя, то здоровье. А если для деток побольше игрушек, недорогих, то очень дорогие все. Для крымчан, чтобы вот все эти деньги, которые были выделены, выделены ли они, чтобы все были вложены не в переименование улиц, не в памятники, не вот в этот мусор, который срубили еще, я не знаю, весной, и его просто еще больше захламили, этот парк. Вот, а чтобы как-то в дело было вложено. Деда Морозу здоровья, наверное, себе и всем, мирного неба над головой. Чтобы мир на земле, для Крыма, тоже, чтобы солнце светило, небо чистое было. Новый дом, свое жилье. Как молодая семья. Да. А так больше ничего не надо, все есть. Здоровья всем близким, и вообще всем здоровья и доброты, чтобы люди были более добрые и милосердные. Чтобы мы попросили мира, добра, счастья. Для Крыма спокойствие. Субтитры создавал DimaTorzok